Итак, давайте перейдем от рассмотрения положительных электродных материалов или катодов к отрицательным электродным материалам или анодам. В то время как среди положительных электродных материалов конкуренция достаточно острая стоит, и хотя тоже есть определенный доминирующий тип материалов со слоистой структурой, но материалы с оливиновой структурой ЛФП, они также очень активно представлены на рынке и занимают существенную часть рынка аккумуляторов. И даже, скажем так, чуть менее конкурентоспособные на данный момент материалы со слоистой структурой шпинелью, они тоже присутствуют на рынке и достаточно активно продаются для определенных применений. В случае с отрицательными электродными материалами ситуация более простая. Существуют определенные доминирующие типы отрицательных электродных материалов, графит и другие углеродные материалы. Ну и давайте для начала рассмотрим, а что он из себя представляет. По сути, ну опять же, возвращаясь к истории, можно отметить, что поскольку в любой электрохимической ячейке важны как положительный электродный материал, так и отрицательный электродный материал, то, естественно, без развития технологии, скажем так, понимания, как работают интеркаляции, интеркаляции лития в отрицательных электродных материалах, создать современные аккумуляторы было невозможно. И поэтому, как раз если мы посмотрим, то 1980 год, это работы по обратимой интеркаляции лития в литий-кобальт-2, и примерно в то же время появились работы по обратимой интеркаляции лития в графит, в соответствующих электролитах, которые могут быть использованы в аккумуляторах. И, соответственно, именно вот эта связка литий-кобальт-2 и графит послужили пробной точке развития современных аккумуляторов, литий-ионных аккумуляторов и формирования вот этого большого куска современной экономики, которая для начала давала толчок развития портативной электроники, мобильным телефонам, смартфонам, ноутбукам. И после этого вот сейчас является причиной глобальных перемен в автомобилестроении и в энергетике. Итак, возвращаясь обратно к углероду, формула лития-делитиации достаточно простая. У нас есть, обычно записывают так, C6 плюс литий-электрон равняется литий-C6. Емкость у таких систем, удельная емкость у углеродных материалов, у графита, достаточно высокая, 372 мАч на грамм. То есть, если сравнивать с обычными положительными электродными материалами, то здесь удельная емкость выше. И потенциал 0,1 В, то есть очень близко к металлическому литию. И то есть это, ну, как бы тоже является преимуществом, то, что в результате можно будет получить максимальную разницу между напряжением потенциалом положительного и отрицательного электродного материала. И, соответственно, номинальное напряжение ячейки будет максимальным. Максимальным будет накопленная энергия в таких системах. Ну и, говоря про вот эту формулу, то, что C6 плюс литий плюс электрон равняется литий-C6, это означает то, что, когда мы говорим про графита, накопление лития графитом, то один литий накапливается на 6 атомов углерода. Это выглядит примерно вот таким образом принято обозначать. Если мы посмотрим на кривую заряда-разряда графита, то увидим, что она состоит из нескольких плато, условно говоря, приплато, то есть чем это связано. Дело в том, что углерод, точнее графит, это тоже слоистый материал. То есть у них много общего с литий-Кобальту-2. Это что означает? Это означает то, что, собственно говоря, литий, он может встраиваться вот в эти самые слои между слоями графита и не может проникать, условно говоря, через слои, но зато может свободно двигаться между слоями. Но свободно двигаться, тем не менее, для того, чтобы встроиться, чтобы немножко вот эти слои раздвинуть и достроиться, необходимо приложить определенные усилия. И когда начинается интеркаляция лития, то есть внедрение лития в графитовые слои, то сначала идет внедрение в каждый, условно говоря, четвертый слой. И вот, условно говоря, какие-то ионы литий раздвинули эти слои, и в каждый четвертый слой пошло внедрение. Это одно плато. Потом дальше. Следующее плато, это когда посерединке между ними в каждый второй слой начинается вот интеркаляция лития. И последнее плато, это когда интеркаляция лития идет уже во все слои графита. И, соответственно, приходит уже к формуле литий С6. Если посмотреть на, скажем так, еще вот такую кривую заряда-разряда, сначала мы видим, что у нас идет заряд, накопление лития углеродными слоями. И здесь видно, что количество лития на 6 атомов углерода даже больше единички, то есть на самом деле больше накапливается. А потом, когда начинается обратный разряд, видно, что система не возвращается в исходное состояние. Не весь литий отдается. Это как раз один из таких недостатков углеродных материалов графита. С чем это связано? Дело в том, что накапливаться, ну, как можно это объяснить? Дело в том, что графит может накапливать ионы лития не только, вот, скажем так, один ион литий на одну такую гексагональную ячейку на 6 атомов углерода. Но он также может накапливать ионы литий на дефектах на каких-то, на гранях и так далее. И, соответственно, вот эти дефекты и грани, они, на самом деле, достаточно хороши для накопления лития. Но при этом в некоторых случаях литий может захватиться и уже обратно из таких вот ловушек не выйти. То есть это как бы необратимая интеркаляция лития получается. Тем не менее, данный материал, скажем так, после... Есть, точнее так, первая эффективность, первоначальная эффективность, она не полная. Но потом дальше углеродный материал графит может циклироваться на протяжении длительного количества времени. Говоря про то, какие, собственно говоря, виды углеродных материалов используем в качестве отрицательных электронных материалов, поскольку-то вроде все понятно, графит и графит. Но на самом деле обычно выделяют два типа материалов. Так называемые hard и soft, твердые и мягкие углеродные материалы. Когда мы говорим про твердый материал, это так называемый разупорядоченный углеродный материал. Когда говорим про мягкие, это упорядоченный материал. Если говорить, чем отличаются вот такие твердые и мягкие углеродные материалы, то говоря про твердые, менее упорядоченные углеродные материалы, у них более высокая емкость от 200 до 600 примерно мАч на грамм. Также следует сказать, что хотя у них более высокая удельная емкость по массе, удельная объемная емкость у них немножко ниже за счет того, что, как я говорил, там больше дефектов и пустот, и с одной стороны эти пустоты помогают поймать больше ее нафлите на массу, но с другой стороны пустоты занимают определенный объем. И соответственно объем данных ячеек становится больше и удельная объемная емкость становится меньше. Ну и также следует сказать, что за счет того, что там в нем больше вот таких дефектов и пустот, которые накапливают больше лития, опять же первоначальная эффективность, то есть вот они больше ионов лития ловят и потом не отдают обратно. То есть вот эффективность первого заряда-разряда в таких материалах ниже. Ну и когда мы говорим про мягкие углеродные материалы, граффитообразные, граффитизированные, то в них удельная емкость составляет примерно те же самые 372 мАч на грамм и соответственно более высокая объемная емкость по сравнению с твердыми углеродными материалами. Но на самом деле углубляться в то, в чем отличаются данные материалы и какие типы существуют, это для нашего курса, который носит вводный характер, не столь принципиально. Здесь хотел бы просто перечислить, что существует большое многообразие различных материалов. Здесь вы можете видеть только частичный список тех материалов, которые используются в качестве мягких углеродных материалов. Здесь можно их увидеть. Это, например, и углеродные материалы, похожие на микробулочки, и граффитизированные пористые углеродные материалы. Вы видите волоконные материалы, такие толстые, большие, волокна граффита больше похожи. Вы видите волокна, которые существенно меньших размеров, они могут быть сплошные, могут быть пористые. Ну, различия, скажем так, многообразия углеродных материалов очень велико. Все зависит от того, из каких материалов вы получаете их. Например, очень популярно получение углеродных материалов из всяких, по крайней мере, научных публикаций, про то, что их можно получать из отходов, из рисовой шелухи, предположим, из каких-то других отходов пищевой промышленности, например. Ну, и, скажем, вообще сравнивая характеристики углеродных материалов, скажем, отрицательных электродных материалов по сравнению с другими, с положительными, то, когда мы говорим про емкость, то емкость там высокая. То есть, по сравнению с другими материалами, конечно, не такая высокая, как у металлического лития, про что мы еще, может быть, один раз упомянем, но, тем не менее, достаточно высокая и позволяет накопить много энергии. Когда мы говорим про стоимость, то, в целом, можно сказать, что стоимость достаточно низкая, перспективы снижения стоимости тоже вполне нормальные. Циклируемость умеренная, потому что, как вы тоже должны понимать, чем больше мы углерода набираем на вот этих всяких дефектах, тем больше вероятность появления каких-то необратимых процессов. Но, опять же, всегда следует держать в голове, что, поскольку потенциал маленький, то взаимодействие с электролитом, оно тоже носит более выраженный характер. И поэтому циклируемость обычно не такая высокая, хотя, как мы уже говорили, я уже приводил пример, современные технологии позволяют получать и на углеродных материалах вполне высокую циклируемость. Но, опять же, она может быть высокой, как правило, при, может быть, не таких высоких скоростях заряда-разряда, которые тоже, можно сказать, как умеренные для данного материала, но, в принципе, по отдельности или даже вместе в ряде случаев эти параметры могут быть улучшены. Ну, и если говорить про безопасность, то безопасность у данного материала не самая высокая, а токсичность, она достаточно низкая, потому что это углеродный материал, и, по сути дела, мы живем в углеродном мире, везде углерод в том или ином виде присутствует, и, соответственно, такой высокой токсичности никакой токсичности не представляет. Почему у безопасности есть определенная проблема? Дело в том, что при нарушении ценностности ячейки, например, при разгерметизации, при, например, аварии, часть вот этого самого заряженного углерода, литированного углерода может взаимодействовать с воздухом и приводить к нежелательным химическим реакциям с выделением тепла. Говоря про недостатки данного материала, следует упомянуть следующее. Во-первых, у графита и других углеродных материалов, в связи с тем, что, опять же, они накапливают большое количество лития, появляется, зачастую это появляется в том, что наблюдается так называемое изменение объема при литияце-делитияце. То есть мы набираем достаточно много ионов лития, их надо же где-то разместить, они взаимодействуют с углеродом, и вот когда мы встраиваем, они начинают раздвигать вот эти самые углеродные слои, графеновые слои, и, соответственно, объем самого материала увеличивается. Процент достаточно существенный в упорядоченных углеродных материалах, в мягких углеродных материалах, он составляет где-то около 10%. В разупорядоченных, твердых материалах это наблюдается в меньшей степени за счет того, что там изначально больше пустот, и вот эти пустоты, они позволяют как раз компенсировать изменение объема, то есть где-то меньше 10%. Также про безопасность мы уже упомянули. При разгерметизации могут протекать нежелательные химические реакции с выделением тепла, что может представлять опасность для имущества или для человека. И последнее, опять же, то, что мы говорили, поскольку с одной стороны хорошо, что у него потенциал достаточно маленький, очень близко к потенциалу металлического лития, но с другой стороны это представляет и недостаток. При таких потенциалах начинается активное взаимодействие между материалом и электролитом и формирование так называемого Solid Electrolite Interface, скажем так, межфазной границы между материалом и жидким электролитом. И в обычном, скажем так, здесь данная граница, межфазная граница, вот этот слой, он не то что обязательно какой-то, он уносит негативный характер. В принципе, он появляется сразу, как только мы начинаем циклировать нашу электрихимическую ячейку, но в принципе, как только он образовался, он начинает носить защитный характер. Она сформирована и дальше защищает данный материал. Но в любом случае, поскольку данный слой существует, и опять же у нас есть механические деформации, которые могут привести к нарушению этого слоя, и в связи с тем, что все равно какое-то взаимодействие и разложение электролита, оно продолжается, все равно вот это преимущество, маленький потенциал, оно всегда является и недостатком повышенным взаимодействием между электродным материалом и электролитом. Ну и, соответственно, если мы говорим, рассуждаем о том, что... А дальше, если, скажем, с графитом все более-менее понятно, существует многообразие форм, их можно получать там хоть из отработанного чая, и с кофе, предположим, там, не знаю, каких-то других, там, скажем, продуктов, которые используются, скажем, в сельском хозяйстве или где-то еще, если нам необходимо... Мы говорим о том, что мы хотим дальше развивать данное направление и еще поднять емкость. Как правило, то, что вы можете встретить в различных научных публикациях или в каких-то популярных статьях, это различные формы наноматериалов. Но когда мы говорим про углеродные наноматериалы, то чаще всего это два типа углеродных материалов. Это либо нанотрубки, либо графен. Нанотрубки бывают однослойные, многослойные. Ну и графен, это, собственно, тот материал, за который относительно недавно, некоторое время назад была получена аннобельская премия по физике. Ну и, соответственно, когда мы говорим про емкость, то с одностенными нанотрубками емкость, удельная емкость может достигать более 1000-1116 мАч на грамм. И это соответствует ситуации, когда у нас один литий приходится на два атома углерода. То есть, вот видите, получается, что такое накопление углерода, оно максимально. Ну и когда мы говорим про многостенные нанотрубки, то там значение чуть меньше возникает. И когда мы говорим про кофе, то тоже часто говорим, максимальный предел это те же самые 1116, это когда у нас один литий на два углерода. Ну и иногда еще указывают значение 780 мАч на грамм. Это соответствует ситуации, когда у нас один литий приходится на три атома углерода. Ну и давайте рассмотрим примеры, собственно говоря, к чему приводит использование вот таких продвинутых, скажем так, новых углеродных наноматериалов. Например, можно посмотреть вот такую статью. Она рассматривает статьи не нанотрубки, а нанокольца. Почему нанокольца, а в чем идея? Дело в том, что когда мы говорим, что у нас углеродные материалы слоистые, то нанотрубки это, в принципе, тот же самый слоистый материал, только свернутый в трубку. Одностенные это у нас, когда один слой свернут, а многостенные это когда у нас вот эти несколько слоев, мы вот так вот трубку свернули. Ну и что получается? Скорость движения лития между слоями может быть достаточно высокая. Ну и, скажем, движение электронов тоже по углеродным слоям высокое. Но проникать между вот этими углеродными слоями литий не может. Там только в случае, если какие-то дефекты присутствуют, и то это несколько затруднено. И поэтому получается, когда у нас трубки, но на трубке длинные, то чтобы попасть в середину, углероду необходимо обойти и идти по вот этой трубке с торца трубки до его середины. В то время как движение, скажем, по электролиту, это всегда больше. А когда у нас вот эти трубки нарезаны на такие маленькие кусочки, вот на эти кольца, то доступ в середину, он, скажем так, облегчен. И, соответственно, процесс лития-диалития может проходить быстро. Здесь вы можете посмотреть, собственно говоря, как это выглядит с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Здесь видно, что значения, которые были получены, даже больше. Первоначальная удельная емкость, она составляет практически 2000 мАч на грамм. Последующие циклы дают еще больше, опять, ну, скажем, меньше, но все равно больше, чем теоретически. Вот указано 1116, тут они указали 1237 мАч на грамм. То есть, вот, очень высокие значения. Опять же, можно сказать, благодаря тому, что у нас есть какие-то дефекты, которые позволяют накапливать еще больше материала. Ну и дальше, вот здесь вы видите схему, когда у нас без углерода, без лития, вот эти кольца, они такие ровненькие, когда начинается идти процесс накопления, они начинают несколько деформироваться. А на этом картинке вы видите зарядные-разрядные кривые. И на что первое необходимо обратить внимание, то, что вот на левом графике вы видите, что потенциал таких продвинутых, скажем, современных наноматериалов, он далеко не 0,1, и далеко не плато, а просто кривая, которая залазит в достаточно высокие области напряжения, больше 1 вольта подходит к 2 вольтам, и в некоторых случаях даже превышает эти значения. И это, на самом деле, недостаток. То есть, с одной стороны, да, накапливается большое количество заряда, рекордное количество заряда, но при этом, собственно, энергия, энергия, это у нас емкость на напряжении, она начинает уменьшаться, потому что вот это не плато, скажем так, потенциал, он не стабильный, не в виде ровного плато, а вот такой сильный наклон. И на самом деле это еще тоже существенный недостаток для техники, потому что технике необходимо не, скажем так, не переменное напряжение, вот такое, которое меняется при разряде, а стабильный, соответственно, необходимо добавлять какие-то преобразователи, которые вот это наклонное напряжение выравнивают. Эти преобразователи, во-первых, занимают дополнительный объем, массу, и, соответственно, все сказывается на удельной емкости вот уже готового аккумулятора. Во-вторых, это все тоже, вот эти преобразователи, они имеют определенную эффективность, то есть часть энергии при этом начинает теряться, там рассеивается в виде тепла или чего-то еще. То есть вот такая форма на самом деле это недостаток. И когда всегда вы читаете про какие-то современные продвинутые материалы, обязательно обращайте внимание на эти зарядно-разрядные кривые, и когда они носят неплоский характер, вот так сильно меняются, это всегда существенный недостаток. Но при этом, если мы посмотрим на правый график, то увидим то, что эффективность, циклируемость в таких материалах, она высокая, то есть они позволяют циклировать материал много раз. Ну и очень важно посмотреть вот на такой график, про который мы уже упоминали, вот такие как бы ступеньки, как меняется емкость при увеличении скорости. И здесь видно, что емкость при увеличении скорости падает вообще незначительно. И на скоростях около 10С мы видим, что у нас емкость остается выше 1000 мАч на грамм. То есть это получается 10С это 6 минут. И за 6 минут мы можем накопить колоссальное количество заряда. Другой вариант, тоже очень такой красивый, где, скажем так, используются не на дотрубке, точнее не кольца, а уже что-то ближе к графену. Авторы называют это иерархическим пуристым графеном. По сути это, что себя представляет? У нас есть некоторая основа, как бы такой каркас. В этом плане это никелевая пена с пустотами такого большого, там большими пустотами, там десятки микрон. Дальше туда вносят прекурсор, проявляется обработка, и вот эти большие пустоты заполняются такими маленькими пузырями. Вот эти пузыри, по сути, это как раз вот такие графеновые пузыри. С одной стороны, с формальной точки зрения, они больше похожи не на графен, поскольку имеют радиус ковизны, а на большие такие, так называемые фуллерены, это сферические графены, но пускай это будет называться, подположим, как авторы называют это, графеном пористым. Ну и, соответственно, вот эти пористые системы могут накапливать большое количество заряда. И благодаря тому, что у нас есть пористость, то, соответственно, как бы вот деформации там здесь уже не происходит. Единственное, конечно, сразу, что вы должны здесь иметь в виду и понимать, когда подобное решение видите, да, он позволяет накапливать большое количество заряда на массу, потому что пузырьки, они легкие, но пузырьки занимают объем, и, соответственно, когда мы говорим про удельную емкость, или метрическую объемную, удельную объемную емкость, то она, естественно, должна быть не очень высокая у данных типов материалов. Но для каких-то применений, скажем, где вес он существенный, там существенно, скажем, для каких-то, не знаю, может быть, воздушных транспортных средств или что-то подобное, то данное решение может быть вполне интересным, особенно если принимать во внимание, опять же, характеристики. То здесь, опять же, у нас получается, вот высокие значения удельной емкости противовешиваются не очень хорошими кривыми заряды-разряды. Здесь, опять же, у нас видно, что потенциал меняется в широком диапазоне, и для многих значений он очень большой, то есть энергия, она чуть падает. Но, с другой стороны, вот это изменение удельной емкости при увеличении скорости, оно происходит и существенно, но, тем не менее, при скоростях 360С, 360С, это заряды за секунды, у нас емкость остается на уровне 200-200, не низких сотен миллиамперчас на грамм, то есть как бы современных материалов, то есть это получается комбинирование свойства как емкость современных материалов, но на скоростях просто безумных, когда заряд происходит очень-очень быстро. Опять же, тоже можно увидеть, что эффективность емкости таких процессов достаточно высокая. Какие недостатки у данного вида материалов, ну, кроме того, что у них потенциал, как правило, бывает вот такой не очень хороший, не плоский, не ровный, а меняющийся при заряде-разряде. Стоит сказать, что, как правило, такие материалы, они требуют на свое производство много энергии, и вообще производство их является торгосточим. Также часто производство таких материалов приводит к образованию большого количества отходов, что, в принципе, для небольшого лабораторного производства не является проблемой, но для массового производства это является проблемой. Во-первых, это необходимо как-то утилизировать эти отходы, ну, и опять же, это дополнительные энергетические затраты. Также одним из недостатков является то, что зачастую они производятся из ископаемого топлива, и, соответственно, это как бы тоже недостаток, потому что ресурсы ископаемого топлива ограничены, и, соответственно, хотелось бы использовать, может быть, другие формы. И то, что для их производства, помимо больших затратов энергии, часто требуются токсичные, либо какие-то вот агрессивные реактанты для их производства. Ну и какие способы решения могут быть? Это оптимизация методов синтеза, чтобы, скажем так, уменьшать энергозатраты, оптимизировать, уменьшать количество отходов. Использовать, скажем так, отходы как раз сельского хозяйства, отходы, скажем, человеческие отходы, мусор для производства вот этих материалов, это тоже перспективное направление. Ну и, соответственно, поиск соответствующих агентов, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Ну и последнее, что хотелось сказать, вот, к сожалению, здесь не включено в картинке, вот одни из последних новостей, которые были перед записью этой лекции, это то, что компания Даймлер присоединилась ко многим другим компаниям, инвестировала дополнительные деньги в израильский стартап, ну уже, может быть, не совсем стартап, так называемый стартод. Ссылки вы можете найти в конце лекции. Суть этого, скажем так, и решения, моем поставлении, примерно следующее. К сожалению, точно сказать, проблематично, поскольку количество публикаций и информации о том, что именно они предлагают компании, они сильно раскрывают. Но если посмотреть то, какие публикации у них были ранее, то они, судя по всему, предлагают как раз использовать пептиды, это органические материалы, для получения электродных материалов, которые позволяют достичь высоких скоростей заряда и разрядов. Видите, это как бы как раз примерно в духе продвинутых углеродных наноматериалов, когда правильная организация вот этих самых углеродных слоев позволяет достичь хороших скоростей при сохранении циклируемости. Опять же тоже может только возникнуть вопрос, как там дела состоят с удельной емкостью, поскольку, когда мы говорим про пептиды, они тоже занимают какой-то объем, хотя, в принципе, могут быть упакованы как-то хорошо. Ну и, соответственно, сколько может быть масштабировано данное производство. Но в любом случае будет интересно посмотреть за тем, как, скажем так, современная наука и индустрия будет дальше развивать, вот вроде бы казалось, такие простые, понятные, отрицательные углеродные материалы, как графит и родственные ему материалы.